Игорь Миронович, добрый день. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста. Мне так нравится с вами так здороваться. Это просто прекрасно. Во-первых, поздравляю вас с юбилеем. Спасибо большое. У меня начались лихие 90-е. Да, понятно. Ну, конечно, 80 лет. Ну, я думаю, что 80 лет ваши пролетели для вас... Кошмар, я ничего не могу вспомнить, кроме женитьбы. Да? Это самое яркое воспоминание? Самое яркое такое, да. Ну, я думаю, что все-таки была еще и прекрасная ваша теща, ваши яркие воспоминания. Теща была замечательная, правда. И тюрьму я полюбил. Полюбили, да. Все было вместе хорошо. Ну, и вообще советское время у вас было. Ой, что вы, о чем вы говорите. Было очень насыщенное и интересное, да. Как празднуете? Вот, вы знаете, это я вам хотел рассказать, потому что юбилей у меня получился изумительный, благодаря друзьям. Они вместо того, чтобы лить на меня елей или говорить какие-нибудь панихидные такие речи, как будто я лежу на столе под цветами, они вместо этого устроили надо мной суд, настоящий суд. Меня обвиняли в национализме и антисемитизме одновременно, в богохульстве и непотребной лексике, в стяжательстве, поскольку я коллекционер, и одновременно в пренебрежении к деньгам, в наличии индивидуального мнения по любому вопросу. А судейская коллегия была, дай бог всем такую. Судья была художник-сошелка, он замечательный художник. Важный хитрый, да. Он судья была в снежном парике, очень важный, и то он стучал молоком по столу. Прокурор была Дина Рубина, всем известная. Она была в желтом парике, и она подозрительно, органично играла стерва прокурора. Такую мерзкую, да. Я это сразу и сказал. Прокурор-обвинитель. Адвокат у меня был в зеленом, в голубом парике Юли Ким. Адвокат был совершенно изумительный, да. Он то говорил на латыни, то говорил у меня все. В общем, он был такой советский адвокат, сервильный и навсегда испуганный. Ну вот, а мы сидели с женой, меня обвинялись, а результат была тоже подсудимая. И это было очень интересно, потому что выступали разные люди. Вот видите, Кашиндорович замечательный выступил. Потом выступали. А, еще одновременно меня обвиняли в попытке украсть паровоз, чтобы на паровозе доехать до Израиля. Поскольку у меня есть права управления локомотивом, их показали. Потом на экране показали мой сын, все организовал мой сын. Это было потрясающе талантливое, по идее и по всему. По организации чудовищно. Он взял интервью у трех людей, у четырех, или у трех, у четырех. В Москве. Архитектор резвенно обвинял меня в стяжательстве. Он сам коллекционер, поэтому знает, что это такое. И потом Борис Жутовский, художник замечательный, старенький уже только, тоже говорил всякие слова. Потом была Улицкая, которая говорила всякие невнятные слова, но тоже осудительные, по счастью. Защиты там не было. И Сашка Городницкий, который тоже что-то пробовнил. Так что был полный синклит замечательных шинолюдей. Я сидел, мечтал выпить, и вдруг мне внучка принесла стакан виски. И на тарелочке немножко закуски. И это все, что я съел за тот вечер. Поэтому я у всех спрашивал, мне были ли они голубны, потому что я был голубен, как зверь. Но от волны ничего не было. В том, это был юбилей. Сто человек или сто четыре человека было. А потом плясали, пели песни. Вы знаете, я не помню, к сожалению, имя, имя Марины, вернее, изумительно пела женщина, которая пришла неожиданно. Я ее не знаю, Марина. Такая объемная, очень объемная женщина одесского склада. И с таким же характером. И она пела наидыш, изумительная шина песни. Разумеется, мы все подпевали по-русски. В общем, все это было очень хорошо. Очень хорошо. Мне очень понравилось. Потому что я очень дрейфил перед наступлением. Почему? Я думал, знаете, я был до этого на разных юбилеях. Это было всегда безумно скучно. Сначала словословили юбиляра, бессмысленными совершенно словами, потом скучно выпивали. Ну, в общем, юбилей есть юбилей. А тут просто цвело веселье. И между всеми этими столами, их было, по-моему, 12 или 13, бегали 8 моих внуков и внучек. И это было прекрасно. Да, полная идиллия и полная счастье. А как вот, вы сказали, что самое яркое впечатление за 80 лет, это все-таки ваша женитьба. И вы сказали, что вы испортили жизнь всего только одной женщине. Но, тем не менее, есть какие-то вещи такие, вот юбилей, я чего-то вспоминаю в своей жизни. Такое яркое, что действительно какие-то вещи, которые вехи. Ну, такое слово не очень. Ну, я помню всякие отдельные замечательные моменты. И вот, и то, как мы с Татой сошлись с моей женой, потому что я ей подчинил выключатель на торшере. Ну, было бы после этого глупо отказать мужчине. Вот, потом мы женились. Это тоже было замечательно. Потом, вы знаете, я действительно очень хорошо помню тюрьму и лагерь. И не потому, что это было ужасно, а потому, что это было как-то очень ярко и необычно. И это у всех так. С кем не поговоришь, и с тех, кто сидит, выясняется, что при всей яркости разнообразия жизни, самым ярким эпизодом является вот этот вот арест, лагерь, тюрьма. Это, знаете, это чем-то напоминает сравнимые вещи, на самом деле, воспоминания ветеранов. Вот ветераны, они ведь, знаете, особенно в деревнях. Вот мне одна женщина жаловалась, что в Владимирской области я был, что ее муж с приятелем, они вот выпьют, когда сойдутся, они выпьют, и тут же вспоминают какой-то бой под Курской дугой, как они брали какую-то деревеньку. Это оказалось самым ярким воспоминанием в жизни. Ну, и у всех так, на самом деле. Ну, вам же сфабриковали дело в 79-м году. Да, сфабриковали очень умело, и все это было тоже очень интересно. Вы знаете, если это вам интересно, потом выбросьте, если окажется неинтересно. Дело у меня было непростое, потому что в это время, я уверен, что однажды найдутся документы, в это время советская власть, вернее, ЧК, я думаю, КГБ, придумал совершенно замечательный проект, который обвинял всех евреев. Это было бы очень крупное дело в 79-м году. Там, значит, тематика, формат, как вы бы сказали, был очень простой. Евреи скупают здесь всякие ценности, антиквариаты, коны, все это по их каналам уходит за границу, продается за бешеные деньги, эти деньги приходят сюда, и вот здесь все очень важно. Эти деньги идут не только на поддержку еврейского движения, на журнал, поддержку отказников, но и на поддержку такого общества защиты прав верующих. Глеб Якунин там был такой, семьи всяких диссидентов, антисоветские журналы, хроника текущих событий. Было же очень много всяких изданий. И во всем виноваты евреи. То есть процесс был совершенно замечательный. И одна женщина прекрасная, я ее до сих пор люблю, не могу назвать имя, потому что нет у меня никаких документов, но все знают, что это так и есть. Она сказала, что самый удачный человек для этой цели – это я. Потому что одновременно я участвую в журнале «Евреи в СССР». Одновременно я дружусь с кучей диссидентов, и с Глебом Якуниным, и с Альбрехтом, который написал, как держать себя на допросах. И, кроме всего, я коллекционер, то есть я человек очень уязвимый. И вообще я болтун, трепач, это так и есть тем более. И что поэтому я сломаюсь, у меня очень удобно. И меня для этой цели привлекли. И вам вменили, что какие-то у вас есть краденые иконы? Нет, мне вменили, что у меня есть пять краденых икон. Эти мужики, которые на меня настучали, они их не смогли обнаружить. Они называли разные совершенно. Поэтому мой адвокат просто смеялся. И смеялся зря, потому что это никак не помешало. Поэтому, а так как эти иконы не обнаружили все-таки, то, вы знаете, я столкнулся с изумительной чертой советского правосудия. Мне предъявили обвинение не только в скупке краденых икон, но и в сбытии, поскольку их не нашли. Это значит, я их сбыл. Уже успел. А во-вторых, была еще сексуальная деталь, которая мне очень нравилась, потому что у меня изъяли чудовищное количество компрометирующих материалов. Сам издат, там издат, стишки в записных книжках и блокнотах. И поэтому мне следователь сказал, что вот вы сейчас пять лет отсидите, и мы вам тут же пришлем еще семь по вот этой вот статье уже не 190-й, а 70-й. Это советская деятельность подробная и все прочее. Ну, и вот тут последовала совершенно замечательная фраза. Он сказал, мы ваше дело завели, но еще не возбуждаем. Что это произойдет через пять лет. Так что все было очень хорошо. Это тоже очень яркое воспоминание. Но все-таки через пять лет это не произошло, слава богу. Ничего не произошло, абсолютно, да. Я думаю, что в этом виной человек, который приезжал сейчас на юбилей, такой Юлий Китаевич, он живет в Америке. Это чудовищного таланта инженер. Думаю, что он не достиг чудовищного богатства в Америке, которого должен был бы достигнуть. Он инженер электрики. Когда-то он строил всю электротехнику в Останкинской телебашне. Вот. Очень талантливый человек. И он изобрел искусственную почку, которую пользуется до сих пор. Это один из вариантов, их несколько вариантов. Он изобрел искусственную почку. И он не достиг вот богатства и известности, потому что он все дела свои на четыре приблизительно года забросил и занимался исключительно моим делом. Вау. Да. Было два комитета по моей защите в Америке и во Франции. Все это делал Юлик. Встречался с немыслимым количеством людей. И в частности, благодаря его неуемности чудовищной, за меня в пользу моего освобождения подписалось больше сенаторов, чем подписалось против войны во Вьетнаме. Класс. Потому что этим занимался не Юлик. Человек с сумасшедшей энергией, который за меня в случае загубил свою инженерную карьеру. Вот он сейчас приезжал в специальные заседания. Чувствия какой-то ответственности перед ним за то, что он из-за власть. У меня еще немышленное чувство благодарности, которое ввиду наших взаимоотношений, мы с ним дружим 55 лет уже, оно не может быть никак выражено. А когда я приехал в Америку, мы штатой перейтили в Америку, я ему сказал, Юлик, спасибо. А он единственное, что сказал, для тебя не очень ли навредил. Вау. Но вас еще принуждали сдать Брайловского, насколько я понял. Вот все это все началось. Меня уговаривали, если бы сдать Витьку. То есть, если бы я сдал Витьку, то дальше это все закрутилось бы по нарастающей. Мне бы еще подъявили и вот это, и вот это, и вот это. Идея была такая, что я на всех настучу, и сядем все вместе, как известно. Но обещали, естественно, что вы его сдадите и останетесь на самом деле. А не более того, знаете, ГБшники, которые меня вызывали для разговора, они им сказали удивительные фразы. Они сказали, вы немедленно уедете в Израиль, а мы уже подали заявление. И мы вам сможем помочь с карьерой даже в Израиле. Вау. Я так жалею, что отказался. Да, вы уже тут могли такую карьеру взгляды, смотри. Я бы здесь был начальник. Я бы здесь был генеральный директор какого-нибудь телевидения. Да, ну или шабака какого-нибудь с Масадом. Да, да, да. Ну, я хочу поговорить немножечко о Тате, о Тане, о вашей жене, потому что, на мой взгляд, вот женский взгляд, она совершенно героическая женщина, которая с вами прошла невероятные испытания. Вы знаете, про испытания я сейчас расскажу, но вот сейчас на юбилею Тату поздравляли приблизительно одинаковыми словами. Я говорю, спасибо, что дорастила мужика до 80 лет. Ну да, ну да. Вот, Тату удивительный человек, вы знаете, она сразу приехала ко мне в ссылку, навестила меня в лагере. Она тащила какой-то такой чемодан неподъемный, сама маленького роста. 56 килограмм был чемодан, и набитый всякой едой, колбасой, чаем и так далее, 56 килограмм. И ей у нас приятель сказал, положи еще, все равно что не поднимешь. И она подняла. Ну, вы знаете, нас хранит провидение. Я не знаю, имеет ли это отношение к телевидению, но я уверен, что провидение в наши дела вмешивается. Иногда это бывает очень наглядно. Вот смотрите, когда меня посадили, и в это время шла, уже выходила книжка об Огареве, которую я написал под фамилией своей тещи Лиди Борисовны Лебединской. Она мне просто это поручила и так далее. И когда уже меня посадили, Тате позвонила редакторша, бывшая жена Трифонова, и сказала, Танечка, немедленно приезжайте, потому что такие чудовищные цитаты, антисоветские, которые были, оказывается, в XIX веке, надо их обязательно сверить, или иначе их не пропустят. Ну, как можно сверить? У меня был вот такой, вот такой, я не преувеличиваю, 12-томник Колокола, который издавал Герцин. Где там искать? В каждом странице, например, 100-600 в каждом томе. Где искать эти цитаты? А вы уже сидите. А я уже сижу. Я бы сам долго искал. Я не делал закладок, я разглядяю ужасные. Тата приехала, а ей редактор все время жужжала в уши о своей несчастной личной жизни и мешала. И Тата искать. Тата привезла 2 или 3 томика с собой. Как довезло, даже не знаю. Тяжеленные, огромные. Знаете, вот такие вот были тома. Ну да, да, да. И Тата, чтобы хоть что-то как-то опомниться, попросилась покурить, вышла в коридор. И эти тома стали открываться сами на нужных страницах. То есть она вот листала, и открывалась нужная страница. И книжка вышла. У нее такое количество инициативных цитат, что просто трудно себе представить, что это было в XIX веке. Герсон боролся с самодержавием. Герсон и Огарев. С тех пор не верить в чудеса уже невозможно. Нет, нет. Проведение все время. А вы знаете, вот когда Тата приехала, я ее встретить не мог. Меня не выпускали. То этот чемодан поднял неизвестный член и человек. Донес Тати до такси. И с тех пор, за три года, что мы там жили, такси там не появлялось. Никогда. Я его никогда не видел до такси. Таксист привез Тату и все такое. Нет, нет. Здесь явно что-то участвовало в нашем пользе. И при этом вы все время говорите о том, что вроде как вы не знаете, Бог есть или нет. Есть ли проведение, верить, не верить. Вы все время так себя называете агностиком. Ну, вы знаете, ну, это вот такая вот игра. Понимаете, что-то действительно есть, но что именно я просто не знаю. Но я думаю, что это что-то, чтобы как бы оно ни называлось, оно вас и вашей семье, и Тату, и вас, и ваших детей, и внуков. Оно как-то вот... Бережут, очень бережут, безусловно. Нет, но Тата это счастье нашей семьи. Безусловно, это знают и дети, и уже постепенно знают и внуки. Да. Ну и дети у вас тоже замечательные. У вас Эмиля ваш теперь уже... Эмиль взрослый мужик уже такой, 43-летний. Дочке вообще 50 уже было, только что отпраздновали. Опять-таки было безумно пышно. И дочка, благородный человек, совместила свое 50-летие с нашей свадьбой золотой. Да, вам же тоже 50 недавно было. Да, это было неправда, потому что разница была в год между де юре и де факто. Тата всегда говорит, что де факто это мой праздник, а де юре это ее праздник. Замечательно. Но она всегда, Тата всегда с вами. Это, конечно... Вы вышли из тюрьмы, и вам 53 года, и вы в таком возрасте уезжаете, наконец, в Израиль. Нет, я из тюрьмы вышел в 48 лет. Я вышел из тюрьмы в 88-м году из ссылки. Это значит, у меня был 52. 52. Мы бы уехали, но, во-первых, нам пока никто еще не разрешал, а, во-вторых, вы знаете, произошла штука такая. Я недавно об этом книжке написал, до сих пор это не писал. Понимаете, мы были у тещи, мы, по-моему, жили у нее тогда, у Лидии Борисовны Лебединской, которую я очень любил, а Татю уж нечего ей говорить. И мы на кухне как-то засиделись за поздним завтраком, и она очень спокойно сказала, Игорь, если вы подадите еще раз заявление в Израиль, я примусь на отварные таблетки. Я их уже запасла достаточно много. Я спокойно сказал, я все понял, тещенька. И больше мы об этом даже не заговаривали. И поэтому, когда нам позвонили и сказали, что Министерство внутренних дел принадлежения о вашем выезде, это было большим тем самым. И Лидия Борисовна, я вот сейчас еду в Москву в сентябре, будет 95 лет, как ей исполнилось бы, и в музее Герцена будет большое собрание замечательных стариков и старушек, среди которых мы обязательно должны быть. И я буду рассказывать от тещи всякие, так сказать, истории. Потому что она была поразительным совершенно человеком. И много очень прекрасных черт у Таты заимствована от тещи. Вы еще, я помню, рассказывали, как Лидия Борисовна приезжала сюда, в Израиль. И, в общем, ваша ненормативная лексика, которую вы используете, она, собственно говоря, ей пользовалась еще и ваша теща. Задолго до меня причем, да. Она пользовалась ей совершенно изумительно. Но вы потом это запикаете. Но, вы знаете, теща с невразимым, когда ей кто-нибудь был неприятный, несимпатичный, она говорила, ах, люди, люди, все вы как хуй на блюде. Это прекрасно звучало. И разное другое. Да, вы когда-то рассказывали про то, что вы ее повезли в университет тель-авивский. Да, да, да. Ей там это все очень нравилось, и она говорила, что никогда... И все это хотят захватить арабы, она сказала, хер им в жопу. Теща вообще очень специфически относилась к арабам. И была невероятная была сторонница государства Израиля, и это было очень приятно и симпатично. Она, кстати, на таможне однажды замечательно сказала, я спросила, не еврейка ли она, как у нас обычно. Она сказала, я еврейка по зитьям. Замечательный ответ. И вот вы приезжаете в Израиль, и вам 53 года, и это страна, в которой вы вроде бы как по своему диплому, по специальности... Никуда я не гожусь. Я всегда был очень плохим инженером, так что мне не самое, да. Но сначала было тяжело, действительно очень. Вы знаете, ну вот опять Тата, Тата пошла работать в университете. Я взяли, да. Я некоторое время помотался в депрессии, было и такое, да, правда было, несмотря на характер. А потом как-то все пошло. У меня вдруг обнаружилось безумное количество читателей, и я начал ездить, да. Замечательное, кстати, объяснение того, оправдание того, что я не выучил иврит, кроме того, что я лентяй, просто я все время ездил. Да, и русский язык объединяет очень много, как оказалось. Ну, знаете, наехало немыслимое количество, да. Я Диене написал стишок Рубиной, который я, конечно, не помню, но суть его правильная, что поскольку мы не стояли к Богу в очереди за какого-нибудь судой, то он не просто нас выселил из России, но еще и выселил наших читателей. Следом за вами, да. Да, и поэтому они абсолютно есть. На Кипре, в Австралии, дикое количество. В Америке, в Канаде, в Европе. Ну, это уже большие страны, в Европе это все само собой. Но самое главное, что вот в таких вот странах, в Швеции. А в Китае вы еще не были? Там, кажется, тоже есть русский язык. Вы знаете, я не знаю. Вообще, в Харбине, где я был, там россиян нету. Там сиротливо стоит бывший собор, огромный, замечательный, который построили эмигранты 20-х годов. Но там, это музей, выставка фотографий, как строился Харбин. Больше я там распорядил, встречал. Мне очень нравится, как вы вспоминаете свою жизнь, вы все время говорите, несколько книжек назад или пару книжек назад. Вы как бы меряете свою жизнь книжками? Ну, каждые два года книжка, и поэтому легко, очень легкий аршин. Вы в последний раз, когда мы с вами говорили два года назад, вы сказали, что вы уже выпускаете вот-вот новую книжку. Расскажите о ней. Я выпущу книжку, 9-й дневник, и в сущности сейчас все концерты, это презентация этой книги, в которой есть вот разные стишки, ну, не очень умные, но всегда грустные. А насчет ума, давайте я вам скажу гениальный анекдот, который наверняка не знает ваши слушатели, потому что даже мои друзья не знали. А друзья уже очень грамотные в смысле анекдотов. Один еврей приходит к Равину, говорит, Рэбия, что это такое утечка мозгов? А Равин говорит, в вашем случае это насморк. Очень хорошо. Очень хорошо. Да, вот так и, да. Расскажите, сколько уже Гариков? Гариков в 1011 с чем-нибудь. Мне казалось, что 12 уже, да? Около 12. Да, может быть, уже 12. И сейчас очень считается признаком такого хорошего тона, хорошего воспитания, начитанности, эрудиции это цитирование Гариков. Обязательно, да. Я не помню опять-таки стишка, но меня читают министры и бляги. От министров и до, так сказать, хотя я их не читаю ниже никак по уровню. Дуб, наверное, немножечко я вас попрошу почитать из того, что вы мне пообещали, что вы все помните наизусть. Что я помню, я вам сейчас, конечно, почитаю. Уже мне 80 лет, а все грешу стихосложением. И хоть нисколько не поэт, но я мудак с воображением. Мне это нравится, стареть, не предаваясь угрызениям, и утром в зеркало смотреть с симпатией и омерзением. Совесть личная моя белее снега, перетянуты ремнем тугие чресла. Только жаль мое пленительное эго не дождется, чтобы либидо воскресло. Есть еще, но они у меня, как всегда, здесь спрятаны в бумажке. Я сейчас ее достану и что-нибудь еще прочту. Ладно? Это то, что я читал у себя на юбилей, просто подготовленный. Очень плохая память стала, вы знаете. Я с тех людей беру пример, они заметны и немногие. которые поклали хер на все, что есть идеологией. Ослабли звуки у струны, толкучка мыслей передела, спадают ветхие штаны сносквозь прокуренного тела. Я же говорю, грустные все стишки. Хоть я уже отбыл мой жребий, хотя слаб умом и статью, мне до сих пор журавль в небе милее, чем утка под кроватью. И так далее. Я читала, что сейчас, слышала какое-то ваше интервью, что сейчас уже в России, поскольку надо запикивать какие-то вещи или писать какие-то иероглифы вместо слова, написанного, на ваших книжках теперь написано 18+. Не просто. Вы знаете, книжки мои теперь продаются в целлофановой такой обертке, что, конечно, удорожает их стоимость, очевидно. И написано плюс 18. И еще дико неграмотная с точки зрения русского языка фраза содержит нецензурную брань. Так они и продаются, но продаются и издаются, и слава тебе Господи, тьфу-тьфу-тьфу. Но я думаю, что именно этим они и привлекают на самом деле людей все больше и больше. Я думаю, что это реклама. Потому что запретный же плод, да. Я думаю, что это неким образом, конечно, реклама, да. Я могу рассказать еще одну хвастливую историю про мои стишки. Вы знаете, я только что получил записку на последней гастолье в Ленинграде. Там написано, письмо, вернее, большое, что я, уважаемый Игорь Миронович, я представительница древнейшей профессии. Да, я девушка из эскорта. Вот. Ну вот то, девушка по сопровождению. И мы часто с подругами собираемся, пьем вино, обсуждаем наших клиентов и читаем ваши стихи. И однажды меня мой один клиент очень обидел. И я ему написал ваш стишок. От него я получил некоторую сумму денег и записку с благодарностью, что он впервые от проститутки получает такое правильное жизненное направление. Ай, какая прелесть. Я очень был доволен. Это уже просто, да. Это предмет гордости, конечно. Я хотела вот о чем с вами поговорить. Вы написали некий календарь. Да, да. Календарь, в котором у вас в каждом месяце еще и на каждый день есть стишок. Да, но я их не помню наизусть. Это мы с оконем вместе написали, да, это называется, да, это календарь. Но вы знаете, в этом календаре на один день больше, чем есть. потому что, как раз вот по вопросу о Тате, там есть день 30 февраля, день безоблачного супружества. Замечательно. И там кто-то, по-моему, обиделся даже из ваших друзей. Там четко одного знакомого нашего обиделось на то, что день дурака приходится на ее день рождения. Чем и подтвердила правильность этого праздника. А еще есть предпоследние гарики. Ну, это совсем старая книжка. Почему? Почему вы их так называете? Предпоследние, они же предполагают, что вот, друзья, приготовьтесь, потом уже будут последние. Вы как бы играетесь вот с этим человеком или там, кто там он? Существом. Существом, да. Ну, вы знаете, я столько стихов написал о Боге, с ним споря и его осуждая за все, что он делает на земле и одновременно благодаря его за жизнь, которая протекает, что, в общем, разбирается, что будет уже на небе. На небе. А последние, предпоследние, я не играю с ним. Что в голову приходит, я так и называю. Но вы его задираете. Что вы? Задираете его. А я думаю, что ему это очень приятно. Я вообще думаю, что Бог любит богохульство, Бог любит богоискательство, Бог любит тех, кто с ним спорит и все такое. А тех, кто непримирированно возносит молитвы и поет ему, он же не дурак, это существо, не дурак. А как можно быть не дураком и воспринимать такие тонны, лести, которые несутся с земли? Ну, я думаю, что у него очень сложная на самом деле ситуация и позиция. Во-первых, его посредники на земле во всех религиях, в иудаизме я так считаю, очень вижу, его посредники это люди чудовищные, которые могут привести того, к атеизму, на мой взгляд, конечно. Поэтому ему очень тяжело решать разные проблемы. Вот он насылает всякие кошмары. Вы первую молитву такую, ну, назовем это молитву, вы еще написали в тюрьме. Да, я написал большую молитву, я с нее сейчас и начинаю концепты, да. А можете прочитать? Могу. Благодарю тебя, создатель, что шить не юбочно, а брючно, что многих дам я был приятель, но уходил благополучно. Благодарю тебя, творец, за то, что думать стал я рано, за то, что к рюмке огурец ты посылал мне постоянно. Благодарю тебя, за то, что я ни разу лишней в кругу друзей не оказался и за тюрьму благодарю. Она во благо мне явилась, она разбила жизнь мою на разных две, что тоже милость. И одному тебе спасибо, что держишь меру тьмы и света, что в мире девочки красиво и мне доступно видеть это. У вас сейчас лицо матери или тещи, принесшей передачу в тюрьму. Такое. Ну, это правда здорово. Спасибо. И вы живете в Иерусалиме, и в Иерусалиме все говорят, что это такое место, которое там самое короткое расстояние от Всевышнего. За телефон мы платим чудовищно много. Да, и к стене платят. Я когда-то я на днях после стены плача видела одну женщину нашу русскоязычную, которая объясняла туристам, что вот стеночка работает, потому что вот она говорит, у меня насморк или еще что-то, вот там болит, я сразу к стеночке. И эти туристы на нее смотрели, они проделали сотни тысяч километров. Как вам рядом со стеночкой? Да, наверное, никак. Ничего я не чувствую. Сочинять врать не хочется. Я прислоняюсь к ней, и мне хорошо. Бога я всегда прошу в одном писать, я ему не пишу, и мы и так много пишут, чтобы ничего не менялось, чтобы жизнь как текла, так и течет. Ну, видите, он это и делает. Да, спасибо вам большое. И все-таки Иерусалим. Каждый раз вы подчеркиваете, что жить в Израиле надо обязательно в Иерусалиме. Ну, а где еще? Не во Фуле же. Ну, вот согласитесь. Посмотрите сами. Давайте я вам перечислю все города Израиля. В каком из них можно жить? Да, ну, знаете, точно так же я в Америке вам перечислю все города, в которых я был, их штук 20. Наверное, ни в одном жить совершенно нельзя. русскому еврею я имею в виду. Русскому еврею можно жить в Израиле, выживать можно в Израиле. Так мне кажется. Я видела какую-то вашу встречу еще в конец 90-х годов, где был Герт и был Горин на этой встрече в Москве. И они говорят, что, я помню, Герт сказал, что, да, Губерман там очень даже неплохо, поверьте мне, живет, привез с собой этот хер Моржа из России, и все у него там хорошо в Иерусалиме. Мне Зинаюй Федоровичем это очень повезло. Простите, у вас вопрос, наверное, какой-то есть. Вы знаете, я у него был водителем, они у нас останавливались, когда приезжали в Иерусалим, и я его возил по Иерусалиму. И это полное счастье, потому что я еще слушал всякие разговоры, а потом он был в гостях у любимого, например, я, как всякие водители, был тоже предложен к столу, и я слышал, что говорят старики, и я каждые 10 минут бегал в сортир, якобы в сортир, потому что я записывал там. Записывал. За столом при старых советских людях писать ничего нельзя, потому что подумают, что стукач, и так далее. Запишут наблюдения. А потом, знаете, с Гертом было ходить изумительно хорошо. Вот я вам, теперь помню, до сих пор я его повел на могилу царя Давида, и около этой, это квазимогила, и все это знают, какой-то шейх похоронен, 12 век. Около этой могилы стоят хасиды и молятся. А я в сторонке тихо Гертом все рассказал, и вдруг от этой толпы молящихся отделяется хасид, подходит ко мне, говорит, простите, это Герт? Я говорю, да. Он говорит, Зинаи Фимович, не дадите ли вы мне автограф? Герт, ни секунды не задержавшись, говорит, а додик не обидится? Это был человек, поразительная реакция. И еще ваш очень близкий друг Горин, Григорий Горин был. Я его слишком уважал, чтобы называть другом, но мы были хорошо знакомы. Он великий российский автор, великий. Вы знаете, я думаю, что со временем все это определится, ну, как бы иерархия, вот эта литература, но это же все происходит со временем, потому что, Кабабабарыкин был более известен, чем Пушкин и так далее. А потом Достоевский, больше, чем Достоевский. Все это определится все время. Так вот, я думаю, что два еврея, Шварц и Горин, будут занесены в список великих русских писателей. Мне кажется, что Горин вообще, вот если мы с вами говорим о том, что там что-то есть, вот говорят, что есть люди подключенные, вот ему, как будто бы оттуда то, что он писал и то, как далеко он видел вперед, это потрясающе. Как он все это чувствовал, нет, это совершенно невероятно. И чем интересное, у него есть очень душевная, духовная, скажем так, не любая простова, духовность, чудовищная близость к Шварцу. Не случайно он Шварца и перелагал, вот он чувствовал это. Да. И это были потрясающие люди. Но у вас тоже есть много всего, но самое мне запомнившееся, то, что пару лет назад вы написали про то, что Европа встанет на намаз и обнажит зады. Вы написали об этом два года назад и вот оно произошло. Да, конечно. Как вы это чувствовали, как вы это поняли, как вы это увидели? Вот. Наителю. Вот. Творец готовит нам показ большой смешной беды. Европа встанет на намаз и обнажит зады. Но я вам хочу сказать, что один раз вот у меня было очень странное совпавшее предсказание. Знаете, я в 86-м году, когда началась перестройка, я год полтора-два писал, слишком не веря, что в России будет такое счастье, как свобода. Ну, и вот видите все. И в 86-м году я написал стих, послушать, как он оправдался. Порядка мы жаждем, как форма для теста. И скоро мясной мускулистый мессия для миссии этой заступит на место и снова как встать призмеряет Россия. Это правда предсказание вообще. Удивительно. И жена считает меня идиотом. Представляете? Нет, она считает вас предсказателем. И она любит ваши стихи. Я хочу... Вот еще одну вещь. У вас тут вы сцепились какое-то время назад с Быковым. по поводу соли, еврейской... Я не сцепился, я просто сказал херню ужасную, да, насчет Израиля. Да. Да. Но вы знаете, это все очень преувеличено на самом деле. Быков писал замечательные проеврейские стихи. Замечательные статьи о том, как много полуевреев не шли в мировую культуру и науку. А здесь я сам, верит, слышал, как он выступал. Он просто сказал, что по его мнению Израиль это неудачный исторический проект. Еще и потому, что нас легко разбомбить. Вообще евреев не останется. Насчет разбомбить, он просто не представлялся мощностью нашего ВВС. А потом сказал, что евреи вообще должны быть распределены всюду, как соль, а не собираться в одной соломке. Вот и все. И то же самое у нас было в интервью. Он мне сказал, я ему сказал, что это все с присущей мне неиздержанностью. И теперь в интернете все до этого говорится, что вот я его окоротил. Это не так. У него замечательно, замечательно, не объективные взгляды на Израиль и на еврейство как такового. Но это, как бы это сказать, это недомогание очень многих полукровок. И с этим, по-моему, не нужно ни бороться, ни как-то его за это осуждать. Он так думает и честным и хвала, что он это слово говорит, не боюсь. Мне очень нравится, что вы говорите, что Израиль это такой коллективный еврей. Вы знаете, он не очень коллективный еврей, потому что раздоры наши чудовищные, так сказать. У меня был такой стишок, уж простите, раз разговаривались. Сомнений нет, что мой народ большое божье наказание. Не будь между нас такой разброд, весь мир бы делал обрезание. Мы действительно в диком совершенно это самое разброде. Для всей планеты Израиль коллективный еврей сегодня, потому что антисемитизм это как-то не политкорректно, идиотическое вообще-то слово политкорректность и самое это самое. А Израиль коллективный еврей, и поэтому на него спишется абсолютно все и совершенно естественно его должны ненавидеть, потому что нельзя хорошо относиться к людям, к стране, которые предавали, которых предавали, а евреев столько предавали, а Израиль столько предавали, что просто нельзя к нему хорошо относиться и очень хорошо понимают человечество. Вам часто журналисты разные, российские либо украинские пристают с вопросами ваше мнение по этому поводу, поэтому у меня такое ощущение, что они вас так достали по поводу Крым наш, Крым не наш, что притворится в Украине. Я на политические вопросы не отвечаю, потому что на Украине и в России я говорю, что я иностранец, и мне присуща, должна быть присуща сдержанность, или иногда я спрашиваю вам на ваш вопрос отвечать, вежливо или правду. И после этого переходят на другим темам. После этого перехожу на неправду. Мне очень нравится, что вы говорите, я притворяюсь интеллигентным человеком. Ну, конечно, что же делать-то? Компромета такая, ничего не поделаешь. А чтобы вы себе, ну, извините, сейчас, наверное, действительно такие вопросы. Ради Бога, ради Бога. Вы самому себе желаете что? Я желаю самому себе еще немножко пожить, каждый вечер выпивать, выслушивать упреки жены любимой и наблюдать, как растут внуки. Вот, собственно, и все. Я ничего себе особенного не желаю. Человечеству я желаю выжить, потому что, мне кажется, что очень близка чудовищная война. Я ничего не могу с собой поделать. Я об этом много стишков написал в девятом в универе, и отчасти поэтому он очень грустный. Ну, вот, есть у меня такое ощущение, что она просто неименуема, потому что очень обрезгла цивилизация, и что-то с ней должно произойти. Я процитирую Витя Шендеровича, который закончил свою речь. Так, он сказал следующее. Он давно достал всех своей индивидуальностью, которую не берут ни сибирские морозы, ни палестинская автономия. Он не заслуживает нисхождения. Обвинение просит высокий суд за честь 80 лет прожитых уроженцем Харькова губерманом Игорем Мироновичем в счет тех 120, которые он должен в наказание провести среди всех нас. Ну, Витька, замечательно все это формулирует. И нам нужно сказать еще нашим зрителям о предстоящих ваших юбилейных концертах. Давайте скажем обязательно. Сегодня в Нитании. 10 число июля в Нитании. 10 число июля в Нитании. Каждый день решенцем. И нацерт Элит. 19-го нацерт Элит. И все концерты начинаются в 20.00. И один и тот же выступатель. Да. Юбиляр Игорь Губерман. Телефон для справок 0546444777. Игорь Миронович, мы вас очень любим. Давайте еще праздновать ваш 81, 82 до 120. Если можно. Моя жена любимая тата. Вот так и говорит, поживи еще немножко. Конечно. И я вам желаю пожить вместе с ней счастливо и быть здоровыми. Я вам хочу подарить вот это произведение. Ой, а я и думал, откуда это взялось. О, спасибо большое. Это будет замечательно вести Верусалим в нашем доме. Это будет очень хорошо. Спасибо большое. Ну и еще тут один знаменитый еврей. Вот так раз хотелось спросить, что это у вас такое красивое. А, это Энштейн. Правильно. Потрясающе. Спасибо большое. Спасибо большое. Я сейчас пока это поставлю еще раз вниз и произнесу. Игорь Миронович, спасибо вам большое. Будьте здоровы. Спасибо вам. С днем рождения. Спасибо.